всем привет вы на канале industrial tool сегодня мы будем менять ротор на перфораторе аккумулятор нам makita dhr 242 новый ротор поставляется вот с таким артикулом картонной коробки и выглядит таким образом на сегодняшний день существует другой артикул полностью сборе идет но в россию да и вообще его нигде по моему на бумаге такое ощущение существует а по факту найти не получается и поэтому здесь нужно нам будет перебросить шестерню под шестерни здесь еще идет после нее подшипника под подшипником там металлическое колечко все это нам нужно перекинуть подшипники мы сразу в мусор ставим новые да вот по артикулам 210-022 и 210-024 кстати здесь нижний стоял с херовым пыльником по схеме по артикулам приходят вот такие подшипники но это кстати лучше можно здесь более лучше пыльником приступаем к съему шестерни попробую сделать это с помощью съемника но так как здесь вставлю проставочку в виде обычные биты так вы поняли пробую вот пример но так Спасибо. Смотрим, потихонечку выходит. Вот она получается, колечко и шестереночка. Все это снимать мы не будем, потому что он нам не нужен, это просто идет в мусор. Теперь берем науль ротор, колечко, подшипник и напрессовываем. Для запрессовки подшипника будем использовать головку на 8, потому что она, видите, сюда нормально заходит, а в подшипнике она будет давить конкретно на внутреннее кольцо. То есть мы не повредим подшипник, не повредим пыльник, потому что многие подшипники задавливают за внешнее кольцо, стучат молотком. Так делать нельзя, таким образом вы повредите подшипник. Поэтому так вот наживили и прессом давим. Так, смотрим, ставим таким образом. Подшипник запрессовали, теперь идет очередь шестереночки. Наживляем, ставим вот так. Наживить нужно ровненько, ставим и потихонечку пробуем. Пустили, дальше. Шестереночка запрессована, подшипник у нас легко крутится. Запрессовываем задний, задний я запрессую через головку на шесть. Какой раз тоже будет опираться во внутреннюю обойму, не повредив внешнюю. Готово. Все, ротор готов, можно устанавливать на место. Теперь берем корпус редуктора. сам ротор держится вот на этой скольбе, то есть вот таким образом прижимается подшипник, чтобы он не выпадал. берем готовый ротор, вставляем сюда до конца, берем скобу, фиксируем и закручиваем с этой стороны. Наживляем, все, зафиксировали. Теперь берем корпус и все укладываем на свои места. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрим, что все четко село. Ничего нигде не мешает и закручиваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, тут еще был человек сдавал сервис в другой и здесь мы закрутили не тот винтик. Видите, один короткий. Я его заказал нормальный, сейчас поменяю. Здесь все винты одинаковые. Закручиваем большие винты, которые удерживают корпус редуктора. Не забываем про вот эту штучку. И вот он, этот винтик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фиксируем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бьет нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, я еще обещал, договорились. Видите, какой колпачок убитый. Поставлю сейчас снова. Ну, вот они у меня колпачки. Рапикул их. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снимаем и... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Перфоратор готов. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...